День военно-морского флота Сергей Михайлович, вы вернулись с празднования дня ВМФ в Кронштадте. Расскажите, как в этом году проходил праздник? Ну, уже такая сложилась традиция в течение пяти лет, начиная с 2017 года, когда впервые в городе Санкт-Петербурге решением Владимира Владимировича Путина и Министерства обороны, Русской Красной Церкви, что главный морской парад все-таки должен быть у нас в России. То есть, я так понимаю, что надо все-таки было показать величие и возрождение с точки зрения освещения новых проектов, возрождения армии, флота. И поэтому такой гарнияжный подарок и праздник был создан. И начиная с 2017 года наш музей, нашу выставку у Адмира Ушаков получается единственную, которую приглашают в стране для участия в Владимирском параде. Мы сначала, конечно, не ожидали, что так произойдет. Я считаю, что это такая очень высокая оценка нашей деятельности. Ну, и города Сару, конечно, и федеральные военные центры, включая и Росатома. И мы думали, что это будет одноразовое. То есть, нас пилосили, мы показали с ракой, с мощами. Ну, прошел год, и 2018 год состоялся. Мы опять поехали. Ну, и начиная, что это не интересно, начиная с 2019 года, то есть, уже три года подряд нас уже туда доставляют на военно-транспортную авиацию, Министерство обороны. То есть, мы уже включаемся не просто приглашаемся, мы включаемся в план проведения этих мероприятий. И за нами прилетает самолет, и нас загружают. То есть, уже такая неотъемлемая часть праздника. И мы привозим, нас пытают. И в этом году, конечно, было еще более грандиозное событие, потому что, если раз, раньше нас привозили буквально на 3-4 дня, на 5, ну, то есть, практически на самое главное действие. То есть, на день морского флота, празднование его. То в этом году наша деятельность расширилась до 12 дней. Это, конечно, было удивительно. Это даже, ну, нас немножко даже страшило, что очень большой период, ну, считайте, практически две недели мы должны были находиться в главном морском соборе. И я понимал, что количество тех людей, которые пройдут через собор, я прекрасно представляю, то есть, ежедневное количество людей, то есть, это вот 12-15 тысяч человек пропускает морской собор, туристический проход. В этом году, в связи с пандемией, нам немножко повезло, и пропускаемость собора была где-то 4-5, иногда доходило до 8 тысяч человек. И вот только в преддверии дня морского флота, 24 июля, собор посетило почти 15 тысяч человек. Но в совокупности за 12 дней мы набрали 94 тысячи, более, конечно, там, я уже не говорю, там, 94 тысяча, 641 человек прошел. То есть, у нас прямо четко есть по дням, сколько в день проходило, все хорошо, только единственное, мы физически, конечно, устали. Кто в основном посетители вашей выставки? Вы знаете, вот здесь мы не можем сказать, что это все жители Ленинградской области, включая Санкт-Петербург, Кронштадт, ну и, конечно, все гости, которые приезжают, потому что, как правило, люди, приезжая в морской собор, они даже не были готовы к встрече с нами, с нашей выставки. И, конечно, когда они попадают к мощам Федорову Шакова, а тут и стоит мундир, то есть, у них невольно возникает вопрос, да, а почему, где, что, с чем это связано. И они приходят к нам на выставку и просматривают, потому что мы стоим буквально там в шаговой доступности в этом же соборе, среди колонн. Это у нас уже там тоже есть традиционные места, где мы выставляемся. Есть люди, которые, допустим, знают, что мы уже не первый год приезжаем, они уже приходят специально посмотреть, мало того, что они всем рекомендуют все это сделать. И поэтому часто, когда люди приходят к нам, они просто говорят, что вот нам посоветовали, мы пришли, и, пожалуйста, вот, если можете, расскажите нам. То есть, мы не собираем специальные экскурсии, у нас нет, допустим, какого-то графика. То есть, мы каждое утро, мы проживали, во-первых, в Санкт-Петербурге, нас доставляли в собор, в течение часа мы туда добирались. И начиная с девяти утра, с открытия собора, и до его закрытия, до восьми, а то иногда там и до полдевятого, но находились там, проводили экскурсии. То есть, когда мы видим, что проявляется интерес к студентам, люди хотят узнать, но более детально изучают информацию, они просто проходят, да, потому что, ну, понятно, что у всех разный интерес, уровень знаний, исторические материалы понадобятся. И поэтому, когда есть, мы и работаем. То есть, если нет, мы сопровождаем и предлагаем просто ознакомиться, допустим, с отдельными стендами. Потому что, ну, как всегда, стенды наши, они очень информативные, исторически выверены. Замечательная подача идет информации в отношении Федора Шакова, тех событий, которые сопровождали его с жизнью, после его деятельности, связанные с его памятем в том числе. И поэтому такой выставки нет, просто можно сказать. То есть, вот пока нас пытаются с нами соперничать, но это на очень низком, будем говорить так, уровне, с нашей точки зрения. Потому что, во-первых, мы никогда выставку не оставляем, мы работаем с ней. В том, у нас особенность, вот фишка, будем говорить так, нашего музея, что мы не бросаем выставку, и мы работаем. Потому что, ну, как бы, сколько бы вы не создавали стендов, они все равно не смогут пересказать ту информацию, которая в ней заложена. То есть, и правильно подать, потому что у людей всегда возникают вопросы. И в этом году, примеру говоря, были такие, ну, вот, с моей точки зрения, нелепые вопросы. И даже утверждение, что, допустим, когда-то давно мы слышали, что у Шаков по национальности был грек. В этом году вот один человек заявил, что он в национальности был чуваш, на что я ему ответил, что, наверное, вы, может быть, будете с Шапаевым его назвать по этому. Ну, вот, все очень интересно. Наша задача просто взять человека, да, и пропустить через ту эпоху. Вот это самое главное. Чтобы он не просто постоял, а чтобы он ушел туда, месяц с Шаком прожил в это время, понял, в каких тяжелых условиях он вообще жил, что это было за время для нашей страны, для флота, как мы развивались, какие были иностранки, какие были достоинства, какие победы, какой ценой они достигались. То есть, почему Шаков, в конце концов, ну, во-первых, он был таким человеком, ну, то есть, скромным, глубокий профессионал, очень любил свою родину, то есть, патриот до глубины души, и в то же время очень православный человек, соблюдал все каноны православия, и сам это популяризировал, и говорил, что, то есть, только с верой мы можем победить, и с нашей русской церковью. Поэтому, вот, рассказывая обо всем этом, то есть, в том числе, и почему он стал святым человеком, конечно, у людей возникают часто споры. Ну, то есть, это нормально, логично, то есть, правильно, да, то есть, люди должны разобраться, почему мощь и нетленная, как это происходит, как его канонизируют, у любого человека, почему именно его, а, допустим, не Суворово, и так далее. И приходится на все эти вопросы отвечать, но в связи с тем, что мы уже очень с 2005 года в этой теме, и давно уже вышли на уровень, наверное, в 2015 году, наверное, впервые уже наш уровень поднялся такой, что с нами стали считаться на территории именно России, то есть, мы вошли, будем говорить так, ну, наверное, в тройку, вот, в ведущих, ну, организации, я бы не сказал, потому что организация у нас одна, вот, та, которая занимается, а отдельных людей, которые занимаются историей биографии Душакова, то есть, с точки зрения издания книг, значит, каких-то брошюр, мы занимаемся тем, что, вот, наша задача была, я теперь понимаю, вот, почему даже я в городе здесь, когда-то здесь, значит, прибыл сюда, именно для того, чтобы именно выставкой, то есть, подачей материала разговорной речи, пропагандировать и популяризировать Душакова, потому что, я говорю, вот, все-таки книги и так далее, все, ну, у людей есть вопросы, на них надо отвечать. А что в вашу выставку еще входит? Вот, мундир, я понимаю, еще есть награды? Мундир – это, ну, как бы, основное, потому что, вообще, мундир – это, и, начиная с 2010 года, когда он впервые прибыл в город Саров, и до сегодняшнего дня, это, вообще, мировой шедевр, с нашей точки зрения, да и не только с нашей точки зрения, потому что аналогов просто в мире не существует, это единственная реконструкция ручной работы Душакова. Ну, и, помимо этого, у нас еще входит 17 стендов, начиная от его портрета, потом портрет, тоже копию портрета сделали именно, который с 2015 года был впервые продемонстрирован в Греции, на острову Корфу, это прижизненный портрет, и мы сделали очень хорошую копию, потому что понятно, что греки эту копию, в смысле, сам портрет не отдают, он находится у них, но мы постарались, сделали хорошую копию, притом делали очень даже далеко отсюда, даже не в городской области, а в городе Сиродвинске, там есть очень хорошие мастера, с точки зрения именно передачи портретного изображения, сделали на холсте, с применением красок, ну, то есть, по закону живописи, и он ставит впечатление, когда вы на нее смотрите, вот нам не верили, что это копия, ну, то есть, вот так мы сделали, то есть, все думают, что это настоящий портрет именно того периода времени, а мы и говорим, да, наша задача, чтобы вы именно прошли сюда, вот, посмотрели, как это все выглядело, и на этом примере, конечно, казалось, спасибо Федору Федоровичу Шакову, который так вот сделал, да, показал себе вот эти споры, которые были, хотя они и сейчас есть, многие почему-то доверяют старым портретам, которые мы, вот, Саровские моряки, мы однозначно доказываем, что все портреты, которые были до этого известны, они нарисованы неприжизненно, то есть, когда уже Федору Шакову не было живых, и поэтому на портретах есть ошибки художников, которые допускались в связи с тем, что они просто его не видели, то есть, они были уже современниками другой юнойской эпохи, и вот то, что они видели и знали, они и вкладывали, но, к сожалению, это был ошибочный показ. И помимо этого портрета, конечно, мы еще объясняем историю, то есть, начиная от, где он родился, то есть, у нас и древо есть, все места его рождения и учебы, и боевые действия, и, конечно, уникальный стенд, хотя, наверное, в каждый стенд он уникален, но, тем не менее, вот награды у Шакова в количестве восьми наград, которые он имел, восемь российских и одну иностранную, мы это все покажем живьем. То есть, у нас даже этот стенд не защищен стеклом, то есть, он не закрыт, вы реально можете потрогать, и у нас, хотя мы, конечно, оберегаем, но, то есть, потому что, вы знаете, ну, русский человек, он должен не только попробовать, но еще попробовать его оторвать, потому что, насколько он закреплен в стенде. Как выставка развивается, то есть, появляется новый экспонат? Да, конечно, то есть, мы когда-то начинали вообще с 12 стендов, и мы считали, что это вполне достаточно, потом они увеличились до 14, потом до 15, но вот с прошлого года мы уже не монстрировали 17 стендов, почему? Потому что у нас был, ну, не то что, выставка почему развивается, потому что мы не останавливаемся, потому что мы работаем, мы и сегодня работаем, то есть, идем в планеты всей впереди, потому что у нас очень много вопросов по Федору Ушакова. Дело в том, что, с моей точки зрения, есть много белых пятен, которые надо изучать, поднимать и вообще понимать, а почему, какой факт, если событие произошло, и что этому способствовало. У нас очень много открытий собственных, биографии Ушакова показываем исторические моменты, которые вообще никто не знал, к примеру говоря. И потом отсюда возникла, допустим, стенд, связанный с неблагодарной памятью, то есть, видимо, мы даже жестко называем неблагодарной памятью, потому что мы считаем, что все-таки в отношении Ушакова, ну, вот, если так, кстати, в этом году почему-то мы так решили, так именно так называть, что, да, вот Ушакова не стало в нашей стране, когда-то он умер, к сожалению, но это было понятно, что это естественный процесс, но вот черные силы, которые, вот, они остались, которые были настроены всегда против него, они продолжали его давить, ну, то есть, память стирать в нашем обществе, в наших поколениях, в России, то есть, вот, на самом деле, поверьте, что у нас по-прежнему идет, значит, борьба между злом и добром, и вот кто победит, так мы и будем развиваться. И здесь то же самое. И вот эта, кстати, неблагодарная память, метастенд, он критический, конечно, он жесткий, когда вы его посмотрите, почитаете, там, многие люди вообще там, ну, со слезами на глазах, потому что в одном месте собрать информацию о том, что мы все, ну, что мы потеряли, что разрушили, что как некомпетентно относились к тому, что надо было сохранять, ну, это тоже трудно перенести, а потом, допустим, мы всегда отмечали роль Николая Герасимовича Кузнецова, нашего уголкового во время Великой Отечественной войны, который возглавлял флот, и, кстати, праздник тоже благодаря ему был создан именно День войны морского флота в 1939 году, и мы сделали стенд в отношении него, потому что, во-первых, мы дружим с семьей, мы всегда говорим, что если бы не он вообще в советский период времени, у Шакова бы никто не знал, и именно в Сарой мы его назвали советский Ушаков, мы его называем советский, потому что он прошел такой же трудный путь, биографический, там, моральный, физический, там, и как моряк был достойным человеком, четко выражал свое мнение, был компетентным человеком, за что его тоже не любили, потому что он никого не боялся, как и Ушаков, поэтому, что его тоже гнобили, очень хорошо издевались над ним, да, но, тем не менее, он до конца жизни остался верен, несмотря ни на что. А какой-то стенд, посвященный канонизации Федору Шакова, есть? Да, конечно, то есть у нас есть отдельный стенд, и вообще по православию у нас находятся четыре стенда. Первый, он посвящен как раз его канонизации, то есть как он был канонизирован, мы прямо показаны с фотографиями и описываем, как это происходило, то есть почему вообще появился, кто вообще был инициатором, во-первых, его канонизации, как это все решалось с Русской православной церкви, когда это было решено, как это проводилось, как это принималось, потому что он в 2001 году стал сначала месточтимым святым в Саранской епархии, а только уже с 2004 года стал уже все православный святой. Второй стенд у нас рассказывает о том, как мы принимали участие именно в принесении мощей 2016 года, когда праздновалась 15-я годовщина средней канонизации, и когда Русская православная церковь впервые приняла решение, что мощь Ушакова, то есть вот эта вся рака, в которой гоняется как раз весь, ну так по нашему человеческому, весь скелет Федора Ушакова, то есть она должна была проехать по 11 городам центральной части России, которые так или иначе связаны с биографией Федора Ушакова. И вот в течение месяца, в том числе и наша опять же выставка, да-да-да, мы вот в течение месяца проехали по 11 городам и выставлялись именно в центральных, в кафедральных соборах каждого города, то есть начиная от, значит, опять же, Тутаев, Рыбинск, значит, там Санкт-Петербург в Казанском соборе выставлялись, да, и туда вниз, до Севастополя включительно, там Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и так далее, и так далее. То есть это было грандиозное событие. И еще два стенды, которые посвящены, потому что, ну, понимаете, люди не совсем представляют, ну да, второе собор есть, но мы же не можем все посвящать. И поэтому мы решили, это тоже было решение, вот несколько лет назад сделать, буквально еще добавить два стенда, где наглядно мы опять демонстрируем, в каком городе мы были, и три-четыре фотографии о том, как там происходило, потому что разные города, разные события, люди как по приему, по количеству, соборность определенная, ну, это очень интересно, то есть когда вы... И многие, кстати, находят, они с удовольствием изучают, смотрят, находят свои города, что-то узнают, значит, делятся информацией, так. Ну, интересно, вот странно, когда наблюдаешь, как люди изучают стенды, ну, в смысле, что всегда вот радостно, что они не просто, я знаю, смотрят, да, на что-то узнают, но, я думаю, что в лицах, может, и фактах, событиях или местах, в которых они тоже были или могли быть в это время. А как выставка будет развиваться в дальнейшем? Есть какое-то представление? Ну, вот у людей создается впечатление, что у нас каждый год выставка, она растет. Хотя мы, как-то же, стараемся не расти, но если будут новые события, факты, то есть почему не это, опять же, рядом с нами, в Тимиковском районе, в 50-х годах появился колхоз имени Федору Шакова. Оказывается, он был, это район, как раз, старого города, значит, и деревня Алексеевка. И вот этот факт, это очень интересно, почему? Потому что именно в 50-х годах, то есть когда вот Ушаков, да, с того Ушакова снова пошла, и, собственно говоря, у нас, получается, в этом стенде теперь пробел. То есть, мне кажется, это очень интересное событие, то есть не только площади, улицы, там, значит, памятники стали, появляли корабли, да, а вот и колхоз был Федору Шакова. Ну, то есть это довольно интересный факт, который, я думаю, что мы тоже не должны обходить стороной. Вот видите, то есть нам уже придется где-то там что-то сдвигать, как-то продумывать. И те события, которые будут появляться именно у нас, ну, то есть с точки зрения новых фактов, истории, которые связаны с имени Ушакова, конечно, я считаю, что они должны находить отражение, но без перебора. А нет планов перевести в цифровой формат? Нет, планы есть, конечно. Дело в том, что у нас все, вот, и даже наша, будем говорить, так сказать, компетентность, она упирается только в одно, это финансирование. К сожалению, у нас до сих пор в городе, ну, вот, я просто почему говорю, у нас в городе, потому что у нас есть друзья, сподвижники, которые тоже этой тематикой занимаются, и вообще тематиками военно-мороженского флота. И, как правило, находятся, ну, хорошие спонсоры, которые ведут, которые понимают, что надо вкладывать деньги в такие направления, которые занимаются именно военно-исторической информацией, вот это военно-патриотическое воспитание, вот, к сожалению, у нас пока такого нет. Единственное, сейчас мы, нет, ну, у нас есть такие спонсоры, как, допустим, Федеральная ядра Центра, вот наша городская администрация, которая на протяжении уже трех лет впервые в городе стала проводить конкурсы некоммерческих организаций на гранты. И вот мы три года выигрывали вот эти по 100 тысяч, вот в этом году тоже выигрывали, да. И, конечно, это позволило нам сделать шаг не только с точки зрения выставки, да, а именно музейной деятельности продолжить ее. Допустим, мы за счет этого заменили все горизонтальные стенды, потому что раньше мы вставлялись на тем, что вот там доставила библиотека, но я понимаю, что это, ну, то, что у них было, как говорится, и мы там вручную работали, там сделали какие-то свои стенды, но это было на уровне «Дом пионеров», честно вам говорю. Хотя вот люди, которые нас посещали, но они никогда не обращали на это внимание. Это я переживал, что у нас так. Люди обращали информацию, подачи информации, в смысле материала и на наши предметы, которые там выставлены. А сейчас мы это все заменили у нас, притом это наш, Саровский дизайн, то есть, опять же, деньги мы оставили у нас в городе, это наши фабрики, в смысле, а предприниматели сделали такие стенды сейчас, и, конечно, красота. Просто, когда ходишь, сердце радуется, а в этом году мы завершили, вот сейчас завершаем, сейчас последние нам стенды завершили, будем менять вертикаль, то есть, оно будет тоже в едином стиле, единого формата, и тем самым позволит расширить, во-первых, информационное поле, во-вторых, сделать апгрейд, то есть, реконструкцию стендов, почему? Потому что многие стенды уже устарели. Ну, то есть, с 2011 года они не менялись, время прошло, и надо уже новые события, прошли факты, и их надо отражать обязательно. Вот, допустим, как у нас, вот последнее событие, такое граниозное, которое произошло, ну, с точки зрения, которое потребует опять внедрения в наш музей деятельности, это посещение музея нашего впервые, экипаж атомной полуной лодки в Белгород. А это наше продолжение, то есть, нашего экипажа, то есть, для чего наша лодка Саров все эти годы действовала, испытывала новый вид оружия, для того, чтобы появился вот такой новый атомный подводный корабль, и первый из них, он как раз, значит, имя Белгорода, и вот они приехали к нам в гости, и теперь, конечно, с учетом этого посещения, да, у нас стенд лодки Саров, он будет немножко раздвинуть и с новыми предметами, и, кстати говоря, экипаж уже поддержал наше предложение, о том, чтобы мы и о них тоже рассказывали, и в настоящее время уже было нам, к нам прибыли две посылочки с города Северодвинска, с точки зрения предметов, именно подарков этого экипажа, они, ну, получается, найдут свое достойное место именно в отражении, и мы рады, что такое событие произошло, но и с другой стороны, еще повторяю, да, вот, допустим, те же модели, вот в этом году мы приобретаем три модели, они уже пришли, сейчас будем уже отчитываться о них, модели на одном корабле, они очень дорогие, вот, пример говоря, вот у нас очень хороший стенд по Кузнецову Николаю Герасимовичу, естественно, это выдающийся человек, в честь него назван авианосец, единственный авианосец, который у нас есть, как показать, то есть сделать маленькую модель, это очень, да, некомбинентно, да, поэтому мы заказали вот метровую модель, нам в городе Северодвинске ее сделали, хотя она нам должна была обойтись, комический секрет, ну, практически в 100 тысяч рублей, но с учетом наших связей, опять же, так сказать, мы там с ними постоянно работаем, они эту цену практически до два раза снизили, и это там помогло, опять же, сэкономить, да, и вот на сэкономленные деньги заказать еще батискав, значит, глуповодный, мир-1, который участвовал в изучении места гибели, опять же, на атомном подволке у нас комсомолец, где работали наши представители федерального центра, почему у нас музей, это он оказался, мы сейчас, и батискав тоже, он уникальный, потому что, ну, практически мы сейчас в этой фабрике существует в единственном, это ручная сборка, там, эта модель такая, она тоже нам обошлась тоже в копеечку, ну, и, опять же, мы там смогли заказать еще модель подводной лодки Щ-104, Щуки, которая бывала во время Великой Отечественной войны, и наш саровчанин во время войны там служил на этом корабле. Опять же, наличие федерального вида центра нам позволяет участвовать в этих мероприятиях, конечно, если бы, допустим, не руководство, ну, в частности, конечно, вот прямо вот низкий паклон Валентина Ефимовича Кустякова, потому что он, ну, тщательно следит за нашей деятельностью, и, конечно, когда он получает письма, потому что мы сами это не провоцируем, вы должны понимать, да, то есть, а вот напишите письмо, там, давайте, пусть нас отпустят, там, там, мы не просим, то есть, есть предложения, да, мы всегда говорим, у нас есть директоры, если вы хотите, чтобы мы приехали, обращайтесь к нему, то есть, мы же все-таки на работе, там, и всегда, то есть, вот, я тоже не помню, что был какой-то отказ, то есть, Валентина Ефимовича сюда отпускает, он говорит, что надо ехать, надо пропагандировать, надо рассказывать, и это тоже вот интересно такое, что у нас ядерный центр, он не только, в том числе и город, да, не только, вот мы создаем ядерное оружие, работаем в сфере Министерства обороны, то есть, обороны, то есть, страны, но и также все-таки мы и чтим и страницы истории, и, то есть, понимаем, что историю нужно сохранять, в том числе и Федору Шакова. На этом время наша программа подходит к концу, с нами был Сергей Михайлович Яковлев, председатель Саровской Общественной Организации Ветеранов ВМФ.